В Чувашии введены дополнительные меры, ограничивающие курение табака в отдельных общественных местах и помещениях. И все это для того, чтобы окружающие не страдали от табачного дыма. Нельзя будет курить в местах на открытом воздухе на расстоянии менее 15 метров от входа в помещение органов государственной власти и местного самоуправления. Под запретом входные зоны перед помещениями, предназначенными для предоставления бытовых услуг, общепита, услуг торговли, помещений рынков и на парковках общего пользования. Вот эти ограничения, они очень важны именно в то время, когда идет пандемия коронавируса. И мы должны понимать, что это не борьба с курильщиками, это не война с ними, а это осознанная необходимость сохранить от заболевания наших близких, наших жителей. По данным экспертов, от легочных заболеваний ежегодно умирает более 300 тысяч человек. Это в три раза больше показателя смертности от внешних причин, например, ДТП, отравление алкоголем или убийств. Эта удручающая картина транслировалась в эфире канала «Россия-1». Ну что, я предлагаю начать осмотр с трахеи. Ей, видимо, досталось больше всего. Так, что же мы видим? О, смолы. Да, ничего себе. И это у вас трахеи? Примерно то же самое. Дальше по бронхам пойдем в легкое. Ну, давайте взглянем. Ой, мокрота пенистая. Да. Вот примерно то же самое в ваших легких. Одна из распространенных теорий, что коронавирус обходит курильщиков стороной, оказалась не более, чем просто мифом. Как утверждают доктора, легкие курильщики уже ослаблены, и вирус быстро разрушает организм. Стоит вирусу попасть в легкие, как он начинает всячески разрушать дыхательные пути. У вас появляются рубцы, начинается кровотечение, появляется жидкость. Мембраны истончаются. Вам все труднее и труднее обменивать углекислый газ на кислород. Это результат хронического вдыхания никотина. Я говорю не только о курении, но и о вейпинге. По данным мониторингов Чувашии, за три года число курящих сократилось. В Минздраве надеются, что эта тенденция сохранится. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика.